День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пик Александр Шунин в студии. И, как мы и обещали, чрезвычайно полномочный посол Украины в Латвии, Александр Павлович Мищенко, сегодня с нами в студии. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Доброго ранку. Дякую. Мы хотели поговорить, может быть, больше действительно о делах, поскольку мы в Латвии принимаем сейчас огромное количество беженцев с Украины, и вот они вливаются действительно в общество. И насколько, как вы оцениваете поддержку Украины и Латвии на государственном, общественном и личном уровне? И что, по вашему мнению, делается хорошо? Что можно было бы еще сделать? Вот в чем еще нуждаются, может быть, вот если говорить конкретно, в какой помощи Латвии Украина? Ну, по нашим оценкам, делается все возможное со стороны правительства Латвии для того, чтобы украинские временно перемещенные лица не счищали каких-то проблем, связанных с этим вынужденным переселением в другую страну. С самого начала латвийское правительство предоставило, мне кажется, лучшие возможности для того, чтобы принять людей. Были организованы очень четко центры по обслуживанию этих перемещенных лиц, особенно в Риге, куда самое большее стекалось количество людей, ну и в других городах. В общем-то, я побывал где-то в восьми местах, это и Резыкны, и Лгава, и Юрмала, Кекова, Тукумс, Вангажи, Сунтажи. В принципе, везде наши граждане высказывают слова благодарности за оказанную помощь и гостеприимство. Что действительно можно было бы еще сделать? Что вам кажется, в чем еще нуждаются эти люди, которым можно было бы оказать больше помощи? На сегодняшний день главный вопрос это, что будет после 90 дней. И мы, конечно, обратились к правительству Латвии с тем, чтобы продлить. Я знаю, что этот вопрос сейчас рассматривается правительством, думаю, что будет пролонгация предыдущих условий проживания украинских граждан здесь в Латвии. Другим вопросом, связанным с какими проблемами сталкиваются граждане, это вопрос обучения детей. И мы активно в диалоге с правительством и министерством образования решаем вопрос о том, чтобы наши дети уже с 1 сентября, кто здесь останется, пошли в школу, в латвийские классы. И для этого на протяжении летнего периода обсуждается вопрос, каким образом организовать более активное изучение латвийского языка украинскими детьми. В частности, рассматривается вопрос организации летних лагерей вместе с латвийскими детьми. Это даст возможность детям быстрее каким-то образом приобрести знание языка. Кроме того, что там действуют кружки сейчас по изучению языка, классы, это все происходит. То есть вопрос обучения детей является одним из сегодня главных в отношении лиц, которые сейчас проживают. Потому что я знаю, у нас делится в социальных сетях тоже наблюдениями о том, что когда мамы приводят детей играть на детскую площадку, дети приносят с собой и вот уже слова именно из украинского языка. То есть чувствуют, что вот в общении детей очень, они легче находят, может быть, чем взрослые, даже общий язык. И для них вот эти языковые барьеры не проблема. Ну, безусловно, это обычная практика. Просто в сегодняшней ситуации, к сожалению, наверное, наши дети очень быстро повзрослели или стали более взрослыми в связи с войной, которая сегодня происходит на территории моей страны со стороны России. И, наверное, лексика немножко другая, чем в обычной детской среде. Потому что эти дети видели войну, дети видели смерть, дети видели своих близких смерть. Это ужасно. И то, что здесь абсолютно спокойная и доброжелательная атмосфера, это очень важно для детской среды. У нас случаев или каких-то там информации в посольстве, что где-то недоброжелательно относятся к украинским детям, у нас такой нет. А как, по-вашему, вот какой действительно вклад украинских беженцев в изменение культурного и политического ландшафта Латвии, может быть, если они задержатся в Латвии на какой-то более долгий срок, насколько, что они могут привнести в Латвию? Политика украинского государства состоит в том, чтобы как можно быстрее вернуть этих людей в Украину тогда, когда условия будут уже способствовать. То есть мы предполагаем, что как только закончатся военные действия и Украина достигнет победы в этой войне, я думаю, что большинство наших граждан вернется в Украину и активно включится в вопрос по восстановлению Украины. Та часть, которая с каких-то причин или разрушены дома и некуда вернуться, или еще с каких-то останется здесь, я думаю, что это будет решаться вопрос, связанный с их получением работы. Если люди себя найдут, если работодатели будут довольны, то я думаю, что это будет решаться органически просто. То есть есть согласие, есть желание, и люди будут оставаться. Но мне кажется, что это будет небольшая часть населения Украины, которая останется здесь после уже создания условий вернуться в Украину. Что они привнесут? Мне кажется, сегодня Украина всем показала, что мы готовы не просто жить по европейским нормам и стандартам, мы готовы за них умирать. Поэтому украинские граждане принесут сюда и принесли уже только то, что Латвия давно разделяет. Это европейские ценности. Демократия, свобода и уважение к мнению другому. Я думаю, что они никаких проблем не составят. Наоборот, мне кажется, что это поможет сплочению латвийского общества на основании тех рассказов очевидцев, которые они будут рассказывать, что такое русский мир, что такое политика Путина, и что такое братский народ в понимании Путина, и что такое братский народ в понимании нормальной европейской страны. Латвия нас никогда не называла братьями, мы не считали друг друга братьями, но так как Латвия помогла, я думаю, что у нас не очень много в мире стран найдется, которые настолько масштабно и полномерно помогли Украине. Я имею в виду и военно-техническую помощь, и политическую, и гуманитарную. И на уровне народа это было действительно проявление такого союзнического даже, не просто страны-друзья, это страны-союзники, это действительно так. Вы упомянули вопросы языковые, вы упомянули пролонгацию этого 90-дневного периода и работу. Что известно о том, насколько легко гражданам и жителям Украины найти работу в Латвии? Какие основные сложности? Ну, возможно, помимо языка, чисто бытового вопроса. По нашей информации, на сегодняшний день 10% тех временно перемещенных лиц Украины, которые присутствуют в Латвии, нашли уже работу за этот небольшой, в общем-то, период. С одной стороны, может быть, это немного, но с другой стороны, это говорит о том, что вот так сразу люди со своей квалификацией оказались востребованы в пространстве Латвии. По мере продолжения, по мере того, как они приспосабливаются к условиям, изучают язык, изучают культуру, традиции, я думаю, что эта цифра будет увеличиваться относительно людей, которые стараются трудоустроиться. Наши люди, они ценят условия, которые им дает вот сегодняшняя ситуация в Латвии. Это виза на год с правом работы, учебы, и они стараются это использовать. Те преференции, которые предусматривает трудоустройство, а именно, что когда человек подписывает контракт, ему выплачивается единовременное пособие в 500 евро, это стимулирующий фактор, и я вижу, как даже люди, скажем, более такого зрелого возраста начинают учить язык. Я вот был приятно удивлен, когда одна украинка сказала, что она вот 62 года пошла в школу учить латвийский язык. А зачем ей изучать язык? А потому что можно устроиться на работу, и она должна это использовать. Это было хорошим примером для других, потому что вот сегодня классическая ситуация, когда ситуация, когда вот страна Латвия дала всем базовые условия одинаковые. И на этих базовых условиях всегда кто-то достигает чего-то большее, кто-то меньше. Это зависит уже от активности граждан, их позиции. Я думаю, что украинцы будут стараться активно это использовать, вот те преференции, которые на сегодня даны. Пришел вопрос. Вот нам пишет уважаемый господин посол, как в Украине отмечают День Победы 9 мая, потому что президент Зеленский сказал, что праздновали и будем праздновать. Ну, мне кажется, что не совсем корректно приводят слова президента. Мы это не празднуем, мы вспоминаем погибших в этой борьбе. И для нас это День Памяти, прежде всего, но никакого не победобесия. Победобесия быть не может, это только нарративы Кремля, которые используют это как один из основных стержней, сдерживающих режим или созидающих режим сегодня Путина. В Украине вспоминают эту трагедию по отношению к тем павшим людям, которые погибли, защищая свою землю. И, с одной стороны, они стали жертвами тирании Сталина, с другой стороны, тирании Гитлера. Мы эти два режима абсолютно отождествляем. Это одинаковые по своей жестокости и человековичниству режимы. Поэтому только память. Господин посол, когда закончится война, когда будет восстановлена Украина, ее экономика, а как это может сказаться на латвийско-украинских именно экономических взаимоотношениях? Больше совместных предприятий, транзит через латвийские порты, железная дорога. Война закончится, я надеюсь, быстро, а процесс восстановления, очевидно, будет долго. Потому что сегодняшняя ситуация в Украине говорит о том, что нанесен огромный ущерб инфраструктуре, разрушены города, села многие. Поэтому восстанавливать придется практически всю страну. Если вы видите, обстрелы происходят не только в тех местах, где идут активные боевые действия, я имею в виду восток и юг Украины, а и абсолютно не имеющие отношения к этому региону, Одесса, Львов, Закарпатья. Это для того, чтобы посеять страх народу Украины и показать, что Россия может везде достать. Но это не достигнет никакой цели, которую ставит российское руководство. Наоборот, это сплачивает народ еще больше, для того, чтобы достигнуть победы. Поэтому я и сказал, победа, я уверен, что будет быстрая. Во всяком случае, ничего того, что планировалось, не осуществлено. Близкрика никакого не произошло. В этом отношении, я думаю, что будет более быстрая перспектива. Относительно восстановления. Мы уже сейчас активно обсуждаем с латвийской стороной все вопросы, связанные с восстановлением Украины. То есть это как отдельные сегменты, так и в целом Латвия как донор может взять участие в тех проектах, которые будут делать, которые осуществляются по линии Европейского Союза. По линии двустороннего сотрудничества у нас уже была делегация во главе с министром сельского хозяйства Украины. Мы посмотрели все порты Рижские, а также Лейпая и Венсплс относительно того, чтобы осуществить перевозку зерна с Украины в порты Латвии и дальше на мировой рынок. Потому что сегодня, я думаю, что вы все видели и следите за тем, как армия мародеров не только убивает мирное население, а грабят просто, банально грабят те города, куда они заходят. Вот в частности, они украли наше зерно и пытались его продать в Египет. Но Египет не принял, понимая, что это мародерство. И они пробуют его отправить в другие порты, в другие страны. Я думаю, что этого ничего не получится. Сегодня в Украине порядка 20 миллионов тонн зерна находится. И мы, конечно, ищем варианты, каким образом его переправить на европейские рынки. Потому что наши порты заблокированы оккупационной армией. И в этом отношении, конечно, Латвия предоставила самые лучшие возможности. Мы сегодня обсуждаем, каким путем отправить это из Украины. Потому что тот традиционный путь через Беларусь закрыт. В связи с тем, что белорусский диктатор поддерживает страну-оккупанта. А другой путь через Польшу, он связан с некоторыми проблемами логистического порядка. Это разные железнодорожные пути и необходимость перевалки. То есть сейчас вопрос решается с точки зрения технических аспектов. Каким образом все это организовать, чтобы переправить. Это один из вариантов. Другое, мы привлекаем сегодня архитекторов и лиц, которые участвуют или имеют опыт в планировании городов. Для того, чтобы создать такую группу международных экспертов, которые будут принимать участие в подготовке планов городостроительства. Некоторые города, в частности Мариуполь, будут нуждаться практически в полной перестройке. Это тоже как раз один из элементов, когда люди задают вопросы, не совсем понимая, может быть, не хотя понять, что там происходит, я всегда задаю вопросы. Если надо было так освободить русских из какого-то там плена нацистов, то почему надо было уничтожать практически российский город Мариуполь, российскоговорящий, русскоговорящий город Мариуполь. Он практически уничтожен и все люди или изнаны, или убиты. — Среди архитекторов и городостроителей, в том числе специалисты из Латвии, я так понимаю, да? Возможно, Рижский технический университет. — Да, мы как раз с университетом ведем сегодня активный диалог. И буквально я встречался с ректором Латвийского университета. Мы сейчас рассматриваем вопрос, кто именно, в какой мере будет задействован. Но, во всяком случае, такая работа ведется. По поводу предприятий Латвия любезно согласилась предоставить площадку для вывоза украинских предприятий на территорию Латвии. И мы обсуждаем, вот недавно у нас состоялся зум-конференция с несколькими областями Запада Украины, где мы обсуждали в том числе возможность сотрудничества в сфере деревообрабатывающей промышленности. — А если говорить о культуре, в последнее время мы все больше узнаем о культуре и истории Украины. У нас, кстати, на радио тоже была программа «Киевское время», где у нас, поскольку одинаковый часовой пояс, мы постоянно говорили, вспоминая какие-то интересные факты и открывая для себя много нового. Вот планируются ли какие-то такого рода культурные мероприятия? Потому что, действительно, мы больше узнаем сейчас о стране, которая рядом с нами. — Ну, мне кажется, мероприятий очень много. Они проходят практически еженедельно по всей Латвии. И концерты, которые происходят в разных городах, и отдельные выступления отдельных групп с Украиной, и смешанные группы. Мне очень импонирует и нравится, когда латвийские исполнители исполняют украинские песни на украинском языке. Я, честно говоря, для себя открыл то, что латвийцы при исполнении украинских песен практически говорят без акцента. Это так, Брейншторм, вот группа, которая одна из первых известных хит прозвучал. И вот тогда я первый раз это почувствовал. Ну, и очень часто сейчас звучит гимн Украины. Это такой священный текст для нас. И я всегда ловлю музыку и всегда поражаюсь, что никогда ошибок не было. Где бы это ни было, и в опере, или на других мерах, на площадях, очень часто на концертах исполняются. Разные люди, и профессионалы, и обычные люди, и аматоры. Но, тем не менее, вот всегда. То есть нация мелодичная. Это очень получается. Я бы хотел, чтобы мы, украинцы, тоже так пытались латвийскую музыку производить. Но, во всяком случае, есть попытки, и говорят, что неплохо. Сейчас идет взаимное еще проникновение культур в наши страны. Украинцы активно делятся нашим. У нас есть такие традиции казацкого периода. В общем-то, это все связано не только с культурой, но и с политическим устройством. Украина – это такая казацкая держава, как говорится, когда народ обирает гетьмана, когда народ доверяет, и народ, естественно, требует. Из этого идет все. И политическая культура, и культура как таковая. Такой вольно-любивая нация, где всегда борьба за волю – это было одним из таких стержней нашей культуры. Поэтому мне приятно, что практически в каждом городе, вот я не успеваю на все мероприятия, во всяком случае, попасть. Я пытаюсь, я и в Долгопилсибил, и в Резыкне, и в Тукумсе, и в других городах. Но насколько много сейчас, что я, например, на все не успеваю. Я думаю, что это очень позитивно, потому что в школах много проводится мероприятий. В обычных каких-то таких местах, которые мы никогда не считали площадкой, но просто площадь. И там выходят люди, и начинается какой-то концерт. Это очень приятно, и это такая форма солидарности народа Латвии с украинцами, которые сегодня отставят не только свою свободу, но и демократические ценности, европейские ценности в целом. Ну и следует отметить, что многие из перечисленных упомянутых вами музыкантов украинских, которые выступают в последнее время в Латвии, перед выступлением либо приходят в гости в эфир радио «Болтком», либо бывают с нами на зум-связи, анонсируя эти выступления. И буквально на днях еще два-три коллектива опять же будут нашими гостями. А сейчас, пользуясь случаем, хотим поздравить вас, представители Украины, с победой на конкурсе Евровидения. Да, спасибо, спасибо. Ну, это у нас уже не первая победа на Евровидении. У нас есть традиция стремиться победить. Мы понимаем, что это Евровидение было особенное, потому что весь мир пытался поддержать Украину. Но я думаю, что эти симпатии, они сыграли свою роль в Украине, потому что очевидно, что нация, которая борется. И когда вся экономика сегодня ориентируется на войну. И тем не менее, Украина находит возможности, чтобы поддержать своих артистов с тем, чтобы представлять на международном конкурсе Украину. Для нас это очень важно. Мы не зациклены только на войне, хотя война или победа над агрессором – это самая главная задача всего народа. Но тем не менее, страна живет, это огромная и не только территория, это нация 40 миллионов человек, где у нас есть ресурсы и возможности для того, чтобы и дать возможность нашим артистам показать себя на международной арене. И то, что они победили, я думаю, что это очень знаковое событие для Украины. Победа нам нужна, победа нужна везде. И песенный конкурс, и любой другой, и спортивное мероприятие. Это поддерживает дух нации, это дает возможность нашим воинам защищать более эффективную страну. И мы оцениваем это как победа в Евровидении, так как вклад в нашу главную победу, которую мы все поддерживаем и стремимся достичь – победе над агрессором. На днях в Риге выступал с лекцией кинокритик Антон Долин. И значительную часть своего выступления посвятил как раз-таки украинскому кинематографу и рассуждениям о том, что в мире сейчас об Украине гораздо больше узнают. И о том, что украинский, например, кинематограф, раз мы его уже упомянули, получит массу сюжетов, к сожалению, благодаря этим трагическим событиям. Но, тем не менее, для своего развития, то есть новый виток развития украинской культуры и новый виток узнавания Украины и украинской культуры во всем мире нас ожидает. Да, вы согласны с этой мыслью? Да, конечно, такие события глобальные, как война, трагедия, они, конечно, толкают народ, нацию на развитие. Но вот так как народ сплотился сейчас вокруг президента в борьбе, вокруг своей армии, вот сейчас это такое моушн, такое движение, когда все развивается. Потому что мы обязаны выжить, мы обязаны быть сильными, и это подталкивает творцов, творческих людей в сфере. Вы упомянули о кинематографе. Я недавно был здесь на премьере фильма «Снайпер», «Белый ворон». С удовольствием. Видео, что его тоже был. Да, у нас. Снайпер же был. Да, очень приятно. И хочу отметить, что создатели фильма старались показать в реалиях. Я, например, сам в свое время в молодости учился в Донецке, регион, который стал эпицентром этой войны, этой агрессии стороны России. И я прям увидел те элементы, которые я видел в своей молодости. Там в начале фильма идет, как этот мирный учитель общается с учениками, где там невежественные люди пытаются ему навязать вот эту вот псевдокультуру русского мира. Это абсолютно было. Я это всегда видел. И проблема вот как раз региона в том, что везде есть всегда какие-то невежественные люди, есть более образованные. Но когда невежественные приходят к власти, вот мы будем иметь ЛНР и ДНР. Вот те люди, которые там показаны в фильме, которые были проводниками русского мира, они вот стали Гиви, Моторолы и все эти Захарченки, это стали властью. И вот мы сразу увидели, к чему это привело. Фильм очень четко показывает, как миролюбивый человек, учитель, становится бойцом, патриотом, становится воином, потому что он борется за свою жизнь, за свою погибшую жену. В общем-то, он, мне кажется, очень реалистический. Показывает, передает чувства обычного человека, который попадает в необычную ситуацию. И есть два момента. Или сломаться, или наоборот, стать сильнее. Вот герой этого фильма показывает, как раз, мне кажется, ту ситуацию, которая есть в Украине, когда весь народ стал сильнее, армия стала сильнее непобедимой, армия стала действительно опорой народа, опором Конституции Украины. И вот фильм отображает, и я считаю, что это очень позитивное такое изменение. Опять же, несмотря на те трудности экономические, которые существуют, когда мы вынуждены тратить деньги на вооружение, на подготовку победы своей, тем не менее, выделяются деньги и на кинематографы. Ну что же, нам показывает, что, к сожалению, время закончилось. Наша программа, чрезвычайный полномочный посол Украины в Латвии, Александр Мищенко, сегодня с нами был в студии. Спасибо вам огромное, что нашли время прийти. Спасибо вам. Желаем удачи вам в вашей работе и надеемся на... И, конечно же, восстановление и просветание Украины, и чтобы как можно быстрее закончилась эта ужасная война и перестание... Ну, давайте добавим, чтобы эта война окончилась победой Украины. Здравого смысла и добра над злом. Спасибо. Спасибо.